Самый веселый ирландец, Серж Салливан! Напоминаю, что капитаны команд в матчах участия принимать не имеют права. Они могут советовать, они могут подсказывать, но драться они на ринге сегодня не могут, ни при каких обстоятельствах, дорогие друзья. Первый участник команды Сержа Салливана, более сиплый, он же Федор Марков, непризнанный брат Ивана Маркова «Локомотива». «Локомотив» до сих пор не дал ему права выступать под своим настоящим именем. До сих пор Николай не заручился уважением своего более опытного, сильного и именитого брата. Поэтому Николай, кстати, он же Федор Марков, и расстроился, и сделал в честь себя, в поле сиплого, целое движение, которое называется «Сипломания». Дорогие друзья, вы сейчас этого не видите, а я со своей капитанской позиции вижу, зрители некоторые пустились в пляс при выходе Коли Сиблова. Некоторые зрители пустились в пляс. «На ринг выходит бывший генеральный менеджер НФР Михаил Никитин, который, кстати, когда-то дебютировал на ринге НФР именно в команде с Колей Сиплом». После чего Михаил Никитин потерпел несколько поражений от того же охранника Лео Александра. И вот сейчас Михаил Никитин имеет реальный шанс не только принести чемпионский поезд своему капитану Сержу Салливану, но и отомстить Александру за все свои поражения. Следующий участник команды Сержа Салливана – это Саня Банков! Бывший командный чемпион Независимой Федерации Рестлинга, который сейчас, помимо всего прочего, может отомстить команде «Бойс Бэнк» за офидное поражение на 106-й опасной зоне. Ну и осталось встретить только последнего, одного последнего участника команды Сержа Салливана. Напомню, что это Иван Марков Локомотив. А теперь тяжелая артиллерия. И тут вот, друзья… Ребята, выключите музыку, пожалуйста. Да, и тут у меня есть некоторое сообщение. Травмы нету, но ситуация такая, что, да, у Ивана Маркова вчера был в Сингапуре матч, и он обещался, что успеет вернуться на сегодняшний чемпионат, но вы и я. Так, ситуация сложилась так, что Лока не успевает. Мы ждали до последнего, но, к сожалению, переехали на УСЛОК. В общем, такая неприятная ситуация сложилась, и, честно говоря, я не знаю. У нас рекламентов разрешено, если что, матч 4-4. Я не знаю, ребят, еще не вон, 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 вон. Тихо-тихо-тихо-тихо, подождите. Все в вас, выжжите на вас сегодня! Тише-тише-тише. И на ринг выходит опять, как сати, Лопатка. Неужели Лопатка будет четвертым в этом матче? Лопатка подходит к Сержу Салливану, с которым они когда-то были в одной команде много лет. И были командными чемпионами. О чем-то на эмоциях поговорил Константин Лопатка с Сержем Салливаном. Четвертый участник, да, свинорыл? Четвертый участник, Константин Лопатка. Тише-тише-тише. У нас допустило, да? Какой он может в команде? Какой он может в команде? Тихо, ребят. Серж, у меня вопрос к тебе, да, капитану. Ты... тебе решать. Лопатка заменяет локомотив? Не! У тебя, я смотрю, видишь, ли не все участники согласны. Ты что-нибудь скажешь? Плетается! А ты вообще рот закруешь! Я попробовал слышать мнение зрителей. Лопатка, 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 Лопатка! Ну что ж, четвертый участник, Константин Лопатка! И Михаил Никитин недоволен этим решением, потому что... Потому что, конечно, взаимоотношения у них, мягко говоря... Да даже не мягко говоря, не то что на ножах, на атомных бомбах у них взаимоотношения. Недовидят они друг друга. Каждой молекулой своего тела. Я, кстати, вот, дорогие друзья, наверное, так же, как вы, обратил внимание, что... У команды Сержа Салливана участники гораздо мощнее, потому что в команде Вертига аж три легковеса. А вот в команде Сержа Салливана легковесов нет вообще. Да, друзья, вот я вернулся снова. Совершенно безумный у нас сегодня чемпионат получился. И сейчас произошло то, что... И вообще никто не ждал. Лопатка вышел поддержать Сержа Сальвана. Александр разбегает на свою цветоальную сальту. И фига себе, это только первые минуты матча. Прибил всех просто. Тут, конечно... Михаил Никитин разбирается там с Александром. Но у него на внешний счет. И там вообще куча мала. Там вообще куча мала происходит за рингом. И Саня Панков готовит нам нечто. Саня Панков спрингборд. И что дальше? Спрингборд Мунсалт. Да, сделал его Саня Панков только что. Вообще, конечно, удивляет. Только самое начало матча. И такое вот. Самец. Самый настоящий замец, дорогие друзья. Я напоминаю. Вот Саня Панков добирается до Бойсбэнда. Ну, тут надо еще понимать, что они, Панков и Никитин, и Сиплый, они вышли не просто помогать Санину. Какой апперкотище сейчас прилетает Родди. Да, у них еще и разборки друг с другом. У Панкова зуб на Бойсбэнд. У Никитина на Александра. У Сиплого на Ютина. И только Лопаткова вот сам по себе. И у Лопатки с Михаилом Никитиным. Ну, да. У них непримиримая война. Но они в одной команде. Михаил Никитин был против. Да, он был против категорически. Вообще удивительные дела. Кто мог предположить, что Лопатка и Никитин окажутся в одной команде. Более того, для Константина Лопатки это аж фактически третий бой. Третий бой. Сегодня он творит какие-то частицы. Ой-ой-ой-ой. Нападают они на Михаила Никитина всем скобом. Я напоминаю, что это бой на выбывание. Но Никитин смог отбиться велосипедный удар от Александра. Прямо в лоб заехал он Михаилу только что. Но здесь держаться за канаты нельзя. О, РСР еще хитряются ругаться друг с другом. Прилетает сейчас в голову несколько раз Михаилу Никитину. А я напоминаю, что ни Вертига, ни Серж Сареван в матче участия принимать не могут. Да, они просто как-то... Судьба чемпионского пояса будет решаться без их участия. Они могут советовать, подсказывать, но не могут участвовать. Самуанский бросок проводит Александр Михаилу Никитину. Но Михаил Никитин вырывается, поэтому этот бой продолжается. Дорогие друзья, могу сказать, что по мнению фанатов, а я с фанатами общался перед этим чемпионатом, это один из самых ожидаемых боев этой 107-й опасной зоны. Все верно. Вообще у нас такие поединки на выбране, да еще и массовые, проходят крайне редко в НФР, поэтому это настоящий праздник для фанатов рестлинга. Сейчас мы наблюдаем. Да, не узнаю я Михаила Никитина. Ничто он в сроде сделать не может. Увернулся Никитин. Бросок Карелина, бросок Карелина от Михаила Никитина. Отлично проведенный прием и летящий клоузлайн. Да. Вот это называется, коллега, уработал. Уработал, по поводу. А до этого воткнул. И медвежье объятие, медвежье объятие от бывшего генерального менеджера. Отличная командная работа Боис Бэнд. Спасибо. О, вежливый Марти. Успел рассказать спасибо своему напарнику. Какой молодец. И в бой вступает Антон Юдин. Хотел сказать, тяжелая артиллерия вышла на ринг. Но он больше не супергерой. Он больше не супергерой. Отличный двойной дроп-кик. И посмотрите, пока легковесы справляются со всеми тяжами команды Сержа Салливана. Точнее, справлялись до сегодняшнего маряда, пока Михаил Никитин не увернулся. И не включил свою силу. Еще неимоверно. И на ринге Саня Панга. Вот это удары. Вот это удары. Состыковка Союза с Аполлоном. Ой, какой обидный промах. Попытка чок-слэма за ринг. А это блоки других. Александр улетает с Апрона. Кодбрейкер заблокировал только что Саня Панков. Рвет и мечет. Панки Хой. Все. Роди выбывает из матча. Трое. Трое всего остается в команде. Вертига. Раз. Два. Три. Судья. Судья не видел. У Марти ноги на канатах. И Саня Панга выбывает из матча. Трое против троих. Трое против троих. Не видел судья. Ляп. Ляп. Грубейшая ошибка реферита у матча. Вот сейчас такой станер горловой провел. Марти тропкик. Коли Сиплому и удержание еще одно. И правильно сейчас. Правильно сейчас Саня Панков выговаривает второму судье. Что тот не сделал основному рефери. Замечание. Правильно абсолютно Саня Панков выговаривает. И эта ошибка может стоить. Очень-очень многого. А тем временем Коли Сиплой провел спайн бастер на Марти. Удар ногой в живот. Коленом с разбега. Клоуз лайн. Ну нет, нет. Ну тут конечно да. Антон Юдит прерывает это удержание. Последний момент смог. И сам забирает право боя. И правой начинает обрабатывать и так немножко пострадавшую ногу Коли Сиплова. Так, что же он сделает дальше? Ну, физические атаки это не конек. Антона конечно же. Вот это реверс. Сворачивание. Нет. Дабл стоп с места. Даже несмотря на то, что Антон Юдит на 20 килограмм 65. И то если как следует намочить. Сейчас очень сильно страдает. Продавала грудная клетка. Ну даже 65 килограмм вы себе на грудную клеть бросьте и почувствуете, что это такое. Хотя бы с метровой высоты. И Александр против Коли Сиплова. А вот тут соточка с лишним уже. Да, тут хорошая такая соточка в порядке. Соточка тут. И Вертико. Обратите внимание. Капитаны не должны были вмешиваться. Но Вертико вмешивается. А вот это судья увидел. И предупреждение Вертико сделал. Вообще, я говорю, в таких матчах должно быть, наверное, два рейфера. А то и больше на ринге. Потому что ускорение за всем это, наверное, нереально просто. Фонтер-хонтер атакует Александра. Коли Сиплой тот держится за челюсть. Ну и что же он нам готовит, Коли Сиплой? Отталкивает его Александр от себя. И... Спинолом об колено. Раз. Сломал Сипломанию пополам только что Александр. Начал судья отчитывать, но говорит, рано еще, рано, говорит Александр. И начинает выламывать Коли Сиплому руки. Распятие. Настоящее распятие. И лопатка с Никитином объединяются. Начинают заводить публику. Посмотрите, что творится. Оля Сиплый. Оля Сиплый включает Сипломанию. Терпит он эти мощнейшие удары Александра. Что ты будешь делать, братишка, когда Сипломания придет за тобой? Вот так вот. Ты, говорит. Он. Да. И начинает свою контратаку Коли Сиплый. Биг Бут. Разбег. Блэк дроп. Раз. Даже до двух не успел судья отсчитать. Не смог. И так Никитину. Коля Сиплый, он же Федор Марков и Михаил Никитин. Как в старые добрые времена в одной команде. Командная работа. Двойной суплекс. Кстати, коллега, вы обратили внимание? Никто из этой команды. Двойной домкрат. Никто из этой команды не хочет передавать право боя. Константин Лопатки. Никто не верит в честность его намерений. И справедливо за них драться. А тут уйдет кросс-бадди. Дайв. Ну, надо было оценить себя, оценить Михаила Никитина. Подумать десять раз перед тем, как это делать. И смотрите. Мой братан, Коли Сиплый. Просто. Пауэрслэм. Они в упор не замечают. Константин Лопатку не верит ему и не хотят передавать. Атон Юнит побывает из матча. Отомстил. Отомстил ему. И о чем-то. Коля Сиплый за все свои страдания. Александр. Велосипедный удар. Ох. Достается тут и Михаилу Никитину. Два. Было или не было? Я не понимаю. Что произошло? Да. Все. Судья не заметил, что в момент удержания рука Коли Сиплого была под канатом. А интересно вообще. И отсчитал Коли Сиплому. Вторая. Грубейшая ошибка судьи за один матч. Грубейшая ошибка рефери. Ань. И теперь у Михаила Никитина. Если он захочет передать право боя, просто не будет выбора. Он должен будет передать право боя Константину Лопатке. Потому что они остались вдвоем. Да не очень хорошо сейчас все складывается до команды Сержа Салливана. Уходит Коля Сиплый, держась за зубы. Кстати, заметьте, о чем-то сейчас ругаются между собой бывшие друзья Сержа Сальвана Казадин Лопатка. Ну, Лопаткому выговаривает, что не тех людей в команду взял, что их всех удержали. Видимо, да. Кстати, бой у нас остается двое против двоих. Александр и Марти против Михаила Никитина и Казадин Лопатки. Да. Разбег. Какой высоченный падающий лохоть сейчас прилетает. Михаилу Никитину раз, два, нет. Вырывается Михаил Никитин, продолжается этот бой. Напоминаю, что на кону стоит поиск чемпиона Москвы по рестнику. Либо Серж Сальван уйдет отсюда новым чемпионом Москвы. Двухкратным чемпионом. Либо уйдет чемпионом действующий, чемпион Вертига. Все-таки как поступит Михаил Никитин? Ему же придется в любом случае передавать право боя Лопатки. Для этого нужно сначала избавиться от Александра. Ну да. Или от Марти, который его прессует. Но он пока не может этого сделать. Может такое случиться, да, что Никитин и не доберется до своего угла. Да. Велосипедный удар! И в самый последний момент Михаил Никитин уходит из-под удара. И ТДТ получает Александр. А до этого Александр по инерции велосипедным ударом вынес Марти. С каким-то грохотом выпал. Да, с каким-то грохотом выпал Александр Сринка. Передаст право боя или нет? Передает все-таки право боя. Он Константину Лопаткину. Ее выбора просто нет. Так. И командная работа. Отличное комбо. Но остается только добить сейчас Константину Лопатки. Марти. Опа! Забрал! Забрал право боя Михаил Никитин у Константина Лопатки. Раз, два, три. Своим коронным фантомом он удержал. Минус Марти. Двое против одного. Лопатка и Михаил Никитин. Непримиримые враги. И Александр остался один. Против Александра. Двое против одного. Секунду. Александр рассерчение. Посмотрите. У него кровь. По-моему. Да, у него кровь. Смотрите. Нападает сразу на двоих. Александр. И выбора сейчас нет. У Никитина и Лопатки. Им нужно только объединяться. Давай. 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 Двойная работа командная. Слушайте. Не время сейчас вы изнять отношения. Выиграете вы для Салливана пояс. Потом разбираться будете. Почему всегда так? Вот она победа уже. И двойной клоузлайн. Проводит Александр. Пришел он в себя. Окровавленный Александр. Разборки сейчас. Михаил Никитин устроил не в самое нужное время. И не в самом нужном месте. Чоп. Какой чопище. Это мама дорогая. Клоузлайн получает Лопатка. Клоузлайн получает Михаил Никитин. Зажигает Александр налево и направо. Из последних сил держится. А ведь интересно, что Вертика Александру доверял меньше всего. В этом матче. А так получается, что он бьется до последнего. Вот это называется двойной удар. Слышали, как сейчас Лопатка обратился к Никитину? Видел. Слышь, свинья, нужна помощь. Опять Михаил Никитин устраивает разборки. Опять Михаил Никитин устраивает разборки. И бьет между ног. Между ног он бьет. Так, Александр заводит. Он на горе блоков. Да, в данном матче этот удар разрешен. Поэтому Лопатку ударил Никитина между ног. И Александр этим воспользовался. Горе бомба. Да. И Лопатка, обратите внимание, он не вмешивается. Три. Все. Михаил Никитин выбывает. И у нас с вами остается один на один. Константин Лопатка против Александра. Если победу в этом матче держит Константин Лопатка, Серж Сальвен становится чемпионом Москвы. Если победу в этом матче одерживает Александр, чемпионом Москвы остается Вертига. Вертига, ты отказываешься, что ты видишь. И вот он просто засасал. Я справа, я справа, я справа. Я лопатку добью. Вот, ребята, душа зерела. Опа, подстава. Это подстава со стороны Лопатки. Константин Лопатка в открытую отдает победу Вертига. Нет. Нет. И киллсвич. И Белле. Раз, два, три. Серж Сальвен становится двукратным чемпионом Москвы по рестленту. Серж Сальвен становится двукратным чемпионом Москвы по рестленту. Самый последний момент. Я думал, что все-таки предал его Лопатка. Но Лопатка обманул Вертига и Александра. Новый чемпион Москвы по рестленту. Двукратный чемпион Москвы по рестленту. Серж Сальвен. И сейчас высказывает Вертига свои претензии к Константину Лопатке. Вот это бой. Вот это бой, дорогие друзья. И посмотрите, нападает Вертига. Нападает Вертига на Александра. Не может он простить ему этого поражения. Не может он ему этого простить. Но это уже не важно. Серж Сальвен новый чемпион Москвы по рестленту. И спасибо он должен за это сказать своему бывшему другу Константину Лопатке. Обманул Лопатка всех. С чего вдруг Лопатка опять начал дружить с Сержем Сальвеном непонятно. Но именно благодаря Лопатке Серж Сальвен.